всем привет вот и у нас наступила зима наконец-то какой-то снег более или менее выпал мороз небольшой правда минус 5 минус 7 где-то так но он есть а то все дожди дожди мы решили выбраться из окружения советского и перейти на участок где оборонялись немцы попробуем что здесь пока идет поиск но уже есть и сигналы вот размечен один и один уже есть здесь по предварительным данным кусок немецкой брони потому как цвет фельдграу цвет и толстая толстая плоская наверное кусок брони но немецкой то есть попали мы все-таки правильно мы вышли на немецкий участок посмотрим явно кусок брони потому что железячка оказалась не маленькой расширяем но это мы пока так расширяем на глазок не знаем пока хватит ли это ямы или нет обозначили ее края так она закругляется немецкий цвет красная грунтовочка под ним но хоть предметы небольшой но судя по толщине вес у него на какой-то люк от техники похож сейчас будем доставать и смотреть но явно какой-то люк от техники но к нему еще он цепь такая толщина у него причем миллиметров 50 покажи цепь цепь привязана и он за нее держится не хочет выходить надо цепи удалбливать а вон гильза смотри лежит латунная позиция немецкая пулеметный настрел позиция немецкая ну и кусок брони явно немецкий с цепью достали как и думали люк получается вот петля проушиной изнутри ручка цепь другая петля отбита да здесь какие-то вот зубцы ну люк это люк немецком цвете а у меня цифра 27 до прямо на литье такая вот железяка даст приличный кусок брони дастешь фантастишь можно и так сказать показалось какое-то стекло вполне возможно бутылочка пизерек большой обоймы немецкие обоймы горлом туда да вниз что подняешь это еще разбито разбито явно пулеметная точка на стрел остатки пулеметной ленты этот лючок скорее всего немец вот еще один кусочек использовал как брони щиток прикрывался от нашего огня что-то еще лежит это горло от этой бутылки да и обито также горло от нее ее горло на четко какой-то пузыречек там еще лежит в ямке подождем его немножко или пойдем тащить броню подождем да хорошо подождем нам еще этот кусочек тащить небольшой это с печки печка это явно какое-то жилье блин вот и угольки вот и угольки а то наверно труба от печки не консервная банка труба а хотя завальцовка а вот то наверно труба от нее там лежит да пулеметное гнездо колышки деревянные колышки да да горевшие колышек дерево сожгли да он вижу угольки а вальцовка осталось ну ты же бухая снять через день каждый день каждый сигналка сгоревшая грань чечок грань чечок полышек еще горевшие гильзы чего это там еще тянут будем сейчас перископчик а ну-ка ближе ближе его сюда пожалуйста да это перископ без стекол без ничего без стекол необычно а ну посмотри еще раз так вот стекол нет зеркал нет и там говорят еще одна бутылка показалось горлышком а две даже давай его сюда посмотрим 50 миллилитров не знаю с крышечкой до крышечка улетела лови учись как надо откручивать одеколон какой-то похоже пока мы таскали люк в этой яме обнаружилась масса разнообразных находок в основном я смотрю стекла бутылка из под шампанского что интересно читается надписи может не это и по любому игристое вино но может через энд чап чап ландайс интересно посмотреть что за напиток да да я вижу он что-то секс написано смотри все пропал да надпись секс увидел и пропал так давай дальше смотри давай дальше сайта сапожный крем до баночка непонятно что но похоже на сапожный крем снаружи путь смитл какой-то путь смитл не знаю немецком там секс тут смазка тут водка наша да водка тут ничего нет а селедка где сейчас найдем это наша ага на реконструкцию пойдут эти бутылки прекрасно 41 года потом подсумок да вот это что-то такая за желтая банка для таблеток помнишь мы находили меньше там не были таблетки баер а это для больших таблеток баер р Demon's List таблетки может просматриваться конечно какая-то надпись просматривается то есть таблетки блин наркотики может давай грызань да да спасибо но больше двух не ешь я пошел за бабушку смотри а то у делается так что еще давайте посмотрим малоток хороший кстати молодой ручку ставить можно использовать горела явно горела фляга вообще алюминий растекся так защелки от ящиков немецких зип я вижу да перочинный ножичек расплавился тоже zip сгорел масленка он торчит и так саперная лопата какая-то самодельная большой лопаты сделали с большой вырезали как-то криво шомпол и говорят там еще немецкая каска где-то вдалеке да вот вот а вот она я не знаю наверно не видно но там она есть посмотрим подождем каску я не ожидал что так быстро ее достанешь доставай по бабам полез лопнувши давай вот там в ней куча патронов для mp в остальных до уголею но не пробить я вижу тем не менее да не отбивай этот кусочек так может кому-то на выставку можно будет положить а так отобьешь и куда и пачка патронов до mp люгер а слышишь у нее под шлемник вот ремешок не понятно но тем не менее ясно благодаря куску брони которые мы тащили с этой ямы провозились пол дня подрыли довольно далеко и слева справа стены находки в принципе все показывают на что еще извлекли это вот смятый наш цинк пустой гильзу разряженную от советского противотанкового ружья и 105 10 сантиметровую немецкую гильзу остальное вроде как все но сигналы еще есть будем пробовать сейчас вот там вдалеке зароем только эту ямку и вперед пробовать следующий сигнал полон загадок сигнал вроде есть насчет найти мы ничего нам не можем забились так прилично лежит бревно попадаются гильзы опять кусок какой-то техники бронированной часть от граната м24 немецкой и разломанный кусок электродетонатора немецкого не все а сигнал вроде мощный был какая-то загадка немножко покопаем и чувствую будем его бросать сигналы есть передвинемся к ним он дать большую ручка похожие гранаты была целиком потому что вот ее нижняя часть с резьбой с деревом цинковая а вот самой пробки нет но и банки тоже нет я мы решили продолжить потому как вот здесь не видно она клонись немного там он два калах не знаю видно ли на видео я не вижу как их а нас по лопатой покажи по ним по кулям один и второй стоит два кала выкопаем их и перепроверимся я мы еще раз перезвоним и попутно там еще вскрываем сигнал сожалению все труды напрасны больше так ничего мы не обнаружили и коль эти вбиты так глубоко в целину что мы ее долбили долбили но недодолбили остались они там зарываем передвигаемся будем пробовать что-то другое не можем взять этот сигнал такое бывает все итоги этой ямы как-то этот сигнал не приносит нам никаких ощущений одна радость колючая да колючая проволока большой и тут такой заборчик заборчик рулончик немецкая от этого не легче она явно и отсигналила она любит так хороший сигнал давать тем не менее сейчас расковыряем эту колючку авось достанем попробуем что-то конечно проверить но вряд ли бывает и так не все коту масленица под ней под ней там все и в этой яме все-таки только колючка на сегодня заканчиваем